Ну что ж, собственно говоря, и вторая часть началась, и давайте продолжим выполнять квест. А, и так, по-моему, мы квест уже выполнили, если я правильно понял, тот. И у нас на карте уже главный новый квест, как вы видите, обозначен кружочком. И так, 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 так. Главное, что мне нравится, вот Рубака тоже можно на квест взять. Не, пошёл он в жопу. Сначала, я вообще хочу, в принципе, сделать, как и со Скайримом, то есть выполнить сначала основную сюжетку, а потом выполнять дальше уже какие-то сторонние квесты. Ну просто мне чисто интересно пройти сюжетку и углубиться во всё это. Что за хуйня? Офигеть! Классный крабик. Или черепаха. Ха! Нормально. Так, давайте продолжим дальше. Вот что, вот как вы можете видеть сейчас, что мне не нравится? Пустой мир. Реально никого нету. Если в Скайриме там какие-то, блин, не знаю, лазили грёбаные олени, медведи, всякая хуйня. Здесь вообще ничего нету, абсолютно пусто. Блин, ну вот это вот мне очень не нравится, конечно. Ух ты! Какого-то мажора, видать, заебашли. Кстати, вот этого дяденьку я узнаю, гнома. По-моему, он в самом-самом начале нас что-то там встречал, по-моему, какой-то квест даже давал. Ну, походу, додавался уже. Давайте дальше идём. Ну, водичка, конечно, вообще в игре не айс. Ужасная выполнена. Но не будем графодрочерами, потому что, как я сказал, в принципе, здесь графика будет не главной в этой игре. И стилистика здесь, графики довольно своеобразные, больше похожи на фейбл, нежели на какие-то более серьёзные игры. Типа, там, не знаю, опять же взять Скайрима. Я не устану его упоминать. Но всё-таки, опять же, миры могли бы быть и понасыщеннее, и поживее. А не просто вот сейчас мы бежим, я бегу вот абсолютно, абсолютно один в лесу. Не знаю, то ли они все подохли от какой-то эпидемии, то ли ещё что случилось, но почему-то я абсолютно один. Нету никаких там людей, идущих тебе навстречу, выполняющих какие-то, не знаю, свои задания. Нету никаких животных. Максимум вот эта грёбаная пыль синяя, и всё, и больше здесь ничего не было. Вот это, конечно, вот печально. Могли бы всё-таки, не знаю, толкать какие-то NPC сюда, чтобы они там ходили. Ну, какую-то придать живость этой атмосфере. А здесь всё как-то... Как-то всё мёртво. Не знаю. Ну, может быть, дальше будет, но пока что вот это вот... Основной минус, наверное, этой игрушки. Ну, вот никого нету. Вот кто сплял эту паутину? Где здесь, блядь, пауки? Никого нету. Вон, на карте нам показывают два каких-то против... О-о-о! Вспомнил говно, а, и вот оно. Собственно, пауки здесь есть. Слава богу, хоть пауков натолкали. Могли бы сделать, блин, не знаю, большую засаду пауков, а то они стояли в сторонке вдвоём. Сношались. И всё, и больше ничего не было, никого. Я помешал их и их нему, не знаю, там... В домашней беседе. Новая локация, новый город. А-а-а, и опять же, как... Ёб! Более, ну зачем же так неожиданно выскакивать-то передо мной ещё с таким противным звуком, а? Ой, немножко не там это сделал. Ну вот и всё. Собственно, как вы можете видеть, новое поселение, и снова у нас... Блядь, да, я спас кого-то ебанутого. Не-не-не, я не буду никого находить, пошёл ты в жопу. А-а-а, на чём я смысл? Да, вот новое поселение, и, как вы можете заметить, опять шесть домов. Раз, два, три, четыре, пять, и шесть добиться. Шесть домов. Бомжовское абсолютно население, абсолютно мёртвое снова. Один, вон, чувачок какой-то, и то съебался к себе домой. Ну, мы к нему не пойдём. Мне вот интересно, если зайти кому-то... Ну, допустим, вот сюда. Ну, естественно, этого стоило ожидать, здесь никого нету. А не, есть какой-то хер. Вот за что ещё плюс здесь, можно, по-моему, всех абсолютно убить. Ну, этого делать мы не будем. Как же здесь всё мёртво, а? Вообще никого нету. Маленькие населения, и нету людей. Сука, какой-то зажопинск. С доблачка красиво плывут. Не знаю, возможно, из-за того, что сейчас ночь, никого нету, я вот даже и не знаю. Просто фейболи тоже ночи все там уходили, прятались, никого не было, было абсолютная пустошь. Блядь, мы заебались таким звуком выскакивать, а? Так что, конечно, глобальности и масштабности Скайрима здесь ожидать не то, что не стоит, здесь и никогда не будет просто. Вот какая-то новая пещера. Да, пещеры, кстати, нарисованы довольно неплохо, и дизайн их чем-то даже интересен. То есть, в Скайриме были, да, красиво, вручную проработаны все подземелья. Здесь же тоже видно, что не просто так спамили, да, объекты, а вот тоже работали реально над всякими пещерами самостоятельно. Потому что они, они выполнены чуть ли не лучше всего остального ландшафта. Могли бы что-то сюда напихать, я не знаю. Почему-то главный герой мой всегда вздыхает, так, ох, ох, пристанывает. Я вот не понимаю, то ли ему доспехи что-то отжмут, то ли еще что-то, но он почему-то у меня пристанывает. Вот, кстати, новые евраги, по-моему, таких еще не было, какие-то, какие-то уюбки. Я даже не знаю, какие-то росомахи, хер, просышещие, что это такое. Ну, в общем, новый вид какой-то, снова. Это уже, по-моему, какой, восьмой или девятой разновидность. Так, давайте прокачаемся. Прокачаемся. Ну, я буду прокачивать свой молот. А, его уже нельзя. Хм, 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 хм. Ну, давайте эту дрочь прокачаем. Посмотрим, что у нас делает. Постоянные подгрузки тоже меня, кстати, немного заебывают. Потому что их слишком много, и тут чуть ли не каждая локация подгружается. Вот, вот здесь вот очень красиво. Не знаю, как вам, но мне вот реально очень нравится. Прям такой некий шарм. Красиво, на самом деле. Вот, картинка, в общем, и пейзажи мне напоминает какой-то ММО-РПГ. Такое ощущение, что разработчики реально работали над ММО, и после, не знаю, чуть позже, просто убрали все ММО-элементы и сделали сингловую игру. Да не буду я никому помогать, вы из меня заебали уже со своей помощью. Делайте, что хотите сами. Мне нужно выполнить квест. Вот, и реально впечатление какая-то ММО. Вот новое у нас поселение, и снова раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть домиков, по-моему, снова. Но! Уже главное отличие, здесь есть какие-то NPC. Даже музыка играет с таверны, насколько я понял, да? Давайте зайдем. Во, здесь уже люди есть, неужели, а? Интересно, можно написать? Ну, здесь хотя бы, знаете, уже какая-то живность есть, уже чувствуется хоть какая-то жизнь. Вот почему нельзя было во все населения, там, поселения эти, натолкать NPC. Ну, вот сразу меняются атмосферы, на самом деле. Не знаю, что разработчики, конечно, думали. А, так мне еще надо было сюда в эту таверну, я правильно заходил. Что-то я протупил. О, наш дяденька знакомый. Пошли сражаться. Стоп. Я бы хотел разговаривать, но нет, мы не имеем больше прессоветов? Я не знаю. Его армия встанет в Северном Клорикаре. Давайте трактим немного трактим. Ага. Так, 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 так. Побежали за этим дяденькой, кого-то уже пиздить снова. Ну, знаете, здесь уже, мое мнение, немножечко поменялось в этом населении, но... Блин. Могли бы везде вот реально так же измелить. Кстати, новые, новые виды врагов опять. Какие-то динозавроподобные... Волки. Пойми даже, как это назвать. Лес, конечно, тоже красиво нарисован. Хоть и все это освещение статичное, никакого динамичного освещения здесь, естественно, нету и не будет. Но хотя бы красиво сделано. То есть, видно, постарались художники... Постарались именно сделать некрасиво. Красиво и даже не знаю, не технологично, вот именно красиво нарисовать это все. Потому что по технологичности, ну, здесь, ну, не знаю... Блин, ну, старо очень выглядит, там, РПГ-2000, допустим, где-то, даже не знаю, в шестом, наверное, году примерно так же выглядели по технологиям. Вот, ну, не знаю, опять же, повторюсь, что дело здесь абсолютно не в технологиях, а вот именно в такой вот атмосфере красивой. Так, он нас кинул, и нас опять кинули в какую-то жопу. Вот здесь уже есть некоторое повторение. Вот у меня, например, складывается сейчас некое дежавю, потому что вот это подземелье очень похоже на первое подземелье, откуда мы в самом начале игры влазили. То есть, тут реально очень схожие подземелья. Да, вот реально и дизайн уровней, ну, в общем, здесь вот видно, схалтурили немного. И такой вот ощущается некий копипас именно с самого-самого начала игры. Ну, зато видно, что враги стали помощнее у нас. У них и здоровья побольше, и наносят они побольше дамага нам. Ух ты, нифига себе. Я открыл новый какой-то... Так, где же они остальные? Ах, ты ж крыса, а! Ну, и еще один где-то там. Ну, собственно, вот и все. Так, 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 побонжуем немножко. Ага, это нам пригодится. Пойдемте дальше. Снова пусто. И как-то, как-то вот, да, вот реально повторяется дизайн сильный. Вот все это где-то мы уже видели, и вот в самом начале очень-очень схожая локация была. Опять же, ну, не знаю, ну, чуть ли, наверное, не 90% схожести. Я надеюсь, больше такого не повторится, конечно, и в дальнейшем будут другие локации, но что-то вот это вот уже начинает меня настораживать. Класс. Идите, вы жопу. Не знаю, кто еще будет как пользоваться стелс-элементами, но лично и я, как и на обучении, больше стелс-элементы ни разу не использовал. Может быть, конечно, по геймплею они дальше пригодятся, но пока что, лично для меня, легче, наверное, идти на пролом. И никакого стелса не используют в опции. Ну, я говорю, может, будет, конечно, дальше ситуация, допустим, опять же, в Скайриме. Там тоже не всегда можно было использовать стелс, но были определенные ситуации, где только вот стелс и мог бы правильно помочь им пройти этот путь. Кстати, вот только сейчас обратил внимание, что управление на PC очень-очень удобное. То есть, я просто погонял уже в демку еще на Xbox и, не знаю, мне даже как-то на PC, по-моему, показалось удобнее. Все горячие клавиши находятся рядом на клавиатуре, то есть E это... или R это у меня аптечка, то есть все стоит по стандарту. Shift у нас Shift и Ctrl-ускорение, и Space это у нас уклонение. Так что все довольно просто и удобно. Кстати, и у нас есть еще ачивинты, я уже, по-моему, пятый ачивинт открыл. Клёво. Так, 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 так. Ух ты. Прям как в думе. Ой, что это, кто это. А теперь давайте мне пришла в голову мысль использовать, раз уж я заговорил о стелсе. Мы его сейчас постараемся использовать. А ну какого твою мать черта, а? Называется... Использовал я стелс? Это что за хрен вылезть, а? А-а-а... Нифига себе, а! В общем, думу сломался наш. Ага, губай. Классное, конечно, развитие события. Стелс мне обломал какой-то хрен. И... Это я в печали, вообще. Так, 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 что же мне вторым вооружем взять-то, а? Впервые в RPG-шку я вот так вот загоняюсь, чтобы мне взять. Ну пусть будет это меч. Хотя нет. Вот это будет лучше. Так, давайте пройдем дальше. Ну, по-моему, квест этот мы выполнили, если я не ошибаюсь. Да, и вылезли, как всегда, наружу. То есть, вот опять же, концепция одинаковая. Мы, не знаю, проходим какой-то... Ой, Мишка. Спит. Не будем его будить. Вот. Мы проходим какой-то участок, который всегда заканчивается у нас почему-то в подземелье уже. В который раз. Это и было и в начале игры, и вот сейчас. И, в конце концов, мы вылазим опять на природу и продолжаем бегать, новые квесты брать. То есть, вот эта концепция опять одинаковая, и... Наверное, она будет продолжаться по ходу всей игры, и не сказать, что она прям супер-классная. И, я не знаю, я против такой концепции. Наверное, пока что на этом закончим и продолжим в третьей части. Продолжение следует...